Все наши альтернативщики кричат о том, что переменов, переменов, естественно, перемены всегда нужны, но никто не говорит какие перемены, зарплата будет огромная, никто не говорит за счет чего, но я вам должен сказать откровенно, я государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить. Если в Минской области подавляющее большинство таких, то я не ваш президент, я вам говорю это честно и откровенно, не бывает так, что мы все на куски порежем, поделим и кому-то это достанется, так не бывает, белорусы этого уже никогда не потерпят. У белорусов сформирован железный иммунитет справедливости. Люди хотят жить справедливо. Мы можем это сделать, но это будет беда. Буквально через месяц мы не просто революцию породим, мы породим тот Майдан, от которого мы сегодня пытаемся уйти и который нам навязывают со всех сторон. Помните это. Нельзя наклонять людей, нельзя их наклонять так, чтобы люди потеряли всякую надежду. Мы ведь сами оттуда. Развитие Минской области во многом определяет развитие страны. Об этом напомнил Александр Лукашенко на встрече с активом этого региона. Сегодня в городе Шахтеров собрались управленцы, врачи, ученые, депутаты, журналисты. Неравнодушные люди, щетка и жизненные позиции, команда единомышленников. На таких опираются жители области в трудных ситуациях. Именно благодаря им развивается и страна, и регион. Именно с ними глава государства обсудил самые злободневные темы. Такая форма общения уже стала традицией. Недавно аналогичные совещания прошли в Могилеве, Гродно и Бресте. Суть диалога из первых уст – дать людям полную достоверную информацию о том, что происходит в стране, поскольку в информационном пространстве сейчас много противоречий. Президент делает акцент. Такие встречи – способ держать ответ перед народом и продемонстрировать, что удалось сделать за последние несколько лет. А вот оценивать это – прерогатива белорусов. На Миншине многое сделано, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Сегодня время требует стремительного движения вперед с четким пониманием целей и перспектив столичного региона. Вот что я сказал, эту фразу – это не дежурная фраза. Кризис – это не только беда, но и время возможностей. Мы должны вот это время сложное использовать так, чтобы вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там. Не зацепимся – будет очень тяжело. Поэтому вот поэтому нельзя расслабляться. Чего бы нам не стоило, нам надо рвать вперед. И я понимаю, что под все это нужны денежные средства. Недавно я пригласил руководство правительства, Национального банка. В присутствии вашего губернатора, как эксперт, он поставлен на железная задача. Все, что у нас есть, бросить в производство, чтобы зацепиться на этих рынках. Вот и вся реформа, дорогие мои. И не надо сегодня думать, что вось придем, и мы тут что-то перевернем. Ничего вы не переверните, не дожируй сейчас. Мы очень монтированы в международные производственные цепочки. Мы экспортоориентированная страна. Мы очень много сырья закупаем, перемалываем себя и на экспорт продаем. Значит, мы зависимы и по поставкам сырья, и по рынкам сбыта. Поэтому не надо тут перед собой рисовать какие-то радужные перспективы. Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, нашу экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперед. Сделаем это. Пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений. Это для нас сегодня главное. А в эти минуты президент посещает четвертое рудоуправление предприятия «Белкалий» «Мигао». Здесь производят нитрат калия. 92% уходит на экспорт. Это крупный инвестиционный проект. В свое время в новый завод вложили 238 миллионов рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА